Начнем мы с игровой ленты времени, и сервис для создания такой игровой ленты называется Learning Apps. Сейчас я вам ссылочку в чат отправлю, и если у вас есть какие-то под рукой ссылки на ваши собственные ленты времени, может быть, вы уже хорошо освоились в каких-то сервисах, хотите похвастаться, показать свою работу, то, пожалуйста, можно в чате тоже об этом написать, ссылочку отправить. Я думаю, зрители не будут против, с удовольствием полюбуются на вашу работу. Ну, а я буду отправлять ссылочки периодически. Итак, первая ссылка, я вам ее отправила в чат. В чем смысл этой игры? На хронологической линейке у нас отчитываются даты, задача расставить события по датам. Второй вариант ленты времени расставить, например, события просто по порядку, без дат. Ну, например, оставить события книги «Мастер Маргариты» в хронологическом порядке, как они идут в книжке. Вот такая тоже, такой тоже вариант возможен. Вот как раз про Томасуэра игра, там как раз по порядку надо эпизоды книги расложить. Сервис очень простой, он русифицированный на русском языке. Регистрация тоже предельно простая. Вообще о регистрации я подробно рассказывать не буду, потому что в каждом сервисе они практически дублируют друг друга принцип регистрации. От вас требуется имя, фамилия, адрес электронной почты, пароль. И иногда нужно подтвердить свой аккаунт. В электронную почту пришлют письмо, нужно перейти по ссылке и подтвердить таким образом регистрацию. В общем, все. Леня Непс абсолютно такой же. Все то же самое, что я перечислила, здесь потребуется от вас. И дальше уже, собственно, можно перейти к работе. Сервис Ленин Эпс предлагает более 20 шаблонов самого разного интерактива. Вообще это очень хороший сервис, с которого можно начать как раз людям, которые только впервые знакомятся с информационными технологиями. Он предельно простой, он очень такой красочный и хорошо подходит для детской аудитории. Например, для школьных библиотекарей, я думаю, отлично подойдет. Более того, здесь можно на одном сайте создать не только ленту времени, но и игру. Например, найти пару, кроссворд составить, викторину, игру, кто хочет стать миллионером и много-многое другое. Игры со словами здесь тоже есть. В общем, это очень удобно и очень просто. Давайте покажу, как это работает. Во-первых, мы выбираем шаблон. Он здесь называется хронологическая линейка. Здесь можно посмотреть примеры. Вот один из примеров я как раз вам в чат и отправила. Три примерчика дается. Если хотите побольше, можно нажать на кнопку с тремя точками. Открыть вообще весь список игр, подобных в самом сервисе. Ну, а дальше перейти к созданию нового упражнения. Принцип работы здесь такой. Дается шаблон, который нужно заполнить содержимым. Очень просто. Название вашей игры, вашей ленты времени. Дальше ее описание. Чему она посвящена. Здесь все очень кратко. Можно, если это не обязательно, вообще поле пустое оставить. Дальше. Следующий этап. Лента с цифрами. Что это такое? Здесь нужно указать размеры вашей ленты времени. Минимум и максимум. То есть, с какой даты ваша лента времени начнется и чем она закончится. Ну, например, начнется она с 1916 года, а закончится там в 2016. Вот сюда эти две даты и вписываются. Если у вас расстановка событий по порядку, то мы в минимум вписываем циферку 1, то есть первое событие. А в максимум вписываем максимальное количество, сколько вы хотите здесь эпизодов создать. Например, у вас будет 9 таких вот эпизодов, которые нужно будет расставить. Поэтому максимум будет девятка. Ну, и в зависимости от вашей фантазии. Выставляем эти цифры. Они нам нужны для того, чтобы лента времени сгенерировалась. Дальше начинается самое интересное. Создание пар. Элемент и оценка. Элемент – это событие, которое вы собираетесь на ленту времени добавить, а оценка – это дата. Если у вас по порядку, то, например, просто ставим, какая по порядку эта сценка будет. Первая, вторая, третья и так далее. Как мы видим, элементы здесь можно представить по-разному. Событие можно представить в виде текста, описание события, в виде картинки. Можно озвучить, подключить микрофон и записать озвучку. Прямо в режиме онлайн. Если у вас есть готовое аудио, можно его сюда добавить. Ну, и видео, например, по ссылке из Ютуба тоже добавляется. Давайте смотреть. Ну, вот, например, у меня лента времени, посвященная биографии Михаила Ильича Лермонтова. Я решила выбрать текст. Нажимаю на кнопку «Текст», записываю в поле информацию о его дате рождения, выставляю в поле «Оценка 1814 год». И рядышком вижу, здесь еще есть кнопочка «Подсказка». Туда можно дополнительно что-то записать в качестве такой всплывающей подсказочки. Если участник затруднится, то нажмет на соответствующую кнопочку, откроет подсказку и тогда точно угадает. Создали такую пару, нажимаем на кнопку «Добавить следующий элемент» и следующую пару таким же образом создаем. Что касается, допустим, добавления видео, вы нажимаете на кнопку «Видео» и вставляете ссылку с Ютуба. Есть поиск по Ютубу, если вы не уверены и не знаете точную ссылку, можно прямо здесь, не выходя из сервиса, поискать. То же самое касается и аудио. Его можно записывать, как я уже сказала, через микрофон, либо по ссылке опять с того же Ютуба сюда добавить. Изображение грузится с вашего компьютера. Дополнительно можно его немножко обрезать, подкорректировать, придать ему более интересный вид. Ну вот таким образом, пара за парой, вы создаете эпизоды на ленте времени. Это все делается довольно быстро. Дальше. После того, как все элементы закончились, пары созданы, можно добавить еще подсказки. Если вы их прописали, то обязательно ставим галочку, что их нужно показать, эти подсказки обязательно. Обратная связь. Это окошечко, которое появляется, когда участник правильно выполнил все задания. Обычно здесь пишется вот так. Отлично, ты справился с заданием. Но вы можете придумать что-то свое. Ну и помощь, это если уж участник совсем затруднился, вы можете заполнить поле помощь и в этом поле рассказать участнику, что от него требуется, подсказать, где найти ответ на вопрос. Ну какая-то такая действенная помощь, которая будет появляться в верхнем левом углу для участника. Остается только нажать на кнопку «Завершить» и показать в предварительном просмотре. После этого вы увидите уже готовую сгенерированную игру. Можете в нее сами поиграть, проверить, все ли хорошо. Ну и дальше получить ссылки на эту игру. Есть ссылка в полноэкранном размере, есть ссылка в обычном, в рабочем варианте. И есть код, чтобы устроить на страницу сайта и блока. Что касается бесплатности, сервис абсолютно бесплатный. Ограничений вообще никаких нет. То есть количество работ здесь не ограничено. Ленту времени вы можете делать бесконечной. Более того, здесь есть уже готовые созданные работы другими учителями и библиотекарями. Есть хороший поиск. Вы можете по поиску посмотреть на другие викторины, которые здесь присутствуют. И можете их тоже использовать в работе. Демонстрировать можно и на большом экране вместе с детьми играть. И можно на сайте, в блоге, библиотеке это все показывать. В общем, очень простой сервис как раз для начинающих пользователей.